Так, я, конечно, заранее извиняюсь перед теми, кто это уже слышал. Например, перед теми, кто был в компосте. Пересечение не пустое. Так. Итак. Эллиптические кривые. Что это такое, с чем их едят, да? Эллиптические кривые. Ну и давайте начнем. С одного уравнения. Вот такого. Оно в интернете гуляет. Про фрукты. Задача про фрукты. На празднике встречаются три типа фруктов. Ну, южные, где-нибудь, надо придумать, да? Какие-нибудь особенные фрукты. Персики, например, да? Какие здесь еще бывают? Хурма. О, хурма. Хурма растет в Крыму. Здесь тоже наверняка растет, да? Вот. Но бананы все-таки здесь не растут, наверное. А на нас тоже, наверное, не растут. Финики? Ну, давайте персики, хурма и яблоки. Вот так. Вот. Южные фрукты. И вот, да, и вот вы пришли на праздник. Пришли здесь на праздник или на полдник, не знаю. У вас есть полдники? Кормят вас фруктами вообще, камеры? Да. Вот. Вот. И посчитали количество фруктов, которые вам дают. Сколько хурмы всего тут воняется, да? Вот на празднике на столах. Держи, сколько яблок, сколько персиков. Обозначили за А, В, С сразу, да? И составили такое выражение. И оказалось, что оно равно 4. Прямо точно 4. Вот эти 3 дроби. Они оказались в сумме равны 4. Число 4. Вопрос. Чему могут быть равны А, В и С? Ну, с учетом того, что они больше нуля, не целые, а то есть натуральные. Натуральное количество фруктов. Но я не буду вас заставлять перебирать, да? Вы можете попробовать включить компьютер и начать перебирать, например. Включили? Стали перебирать. Докуда нынешние компьютеры берут? А, у нас А будет целый. Да. А, у меня положительный. То есть нужно начинать сетниться. 1, 2, 3. Вот все наборы. Допустим, если я до 10-10 буду перебирать, то у меня будет сколько всего? Если я буду А, В, С перебирать независимо от 10-10, то получится 10-30. Какой? 30-30. Да. 10-30. Это компьютер современный умеет? Да. Умеет. А если я ничего не нашел и дальше начал перебирать до 10-20? А, давайте перебирать не А, В и С отдельно. Просто А и В, А, С посчитаем. Можно и так. Ладно. Тогда, допустим, до 10-20 А и В, то это 10. Какой получится? Если я А и В перебираю, то я уже посчитаю. 40-й, да? 40-й. Так. А этот компьютер умеет? Да. Умеет? На 10-40? Ну, примерно 10 в 9 секунду. 10 в 9 секунду. За миллиард секунд может 10-20 сделать сейчас. Ну ладно, но 10-50 это точно он же компьютер не умеет, правда? Не умеет. Так вот, вы перебрали, и решений нет. Даже в пределах 10-20 у всех трех, даже в пределах 10-30. Ну и кажется, что догаданность стоит в том, что такого уравнения решений не существует. Ну вот, оказывается, что уравнение это разрешено. И можно привести совершенно конкретные АБТ. Просто совершенно конкретные. Кто захочет, я достану компьютер и их покажу. Вот, я могу просто их, ну, в принципе, могу показать, да, если хотите посмотреть. Конечно. Хотите посмотреть? Сейчас я тогда... Это самое... Ну-ка, фрукты, да? Ну-ка. Да. Фрукты наберем сейчас. Фрукты. Вот. И... Посмотрим. Они дадут... Они дадут... Ну, а теперь я вам показываю эти числа. Как вы понимаете, проверить это нет никаких проблем. А можно посмотреть? Подставили... И проверили. И проверили. Его просто на кармашке. Эти числа имеют в своей записи 80 десятичных знаков. Точнее, одно 79, одно 80, одно 89. Вопрос. Как вы их нашли? И нашел, конечно, не я. Вот об этом сегодняшняя лекция. О том, как можно угадывать... Не угадывать, а получать. Находить решения подобных уравнений. Что значит подобные уравнения? Какие именно уравнения? Я говорю, подобные. Да? Ну, и как бы... Все вокруг этого. Это центральное... Сегодня будет введение в центральную область современной математики. Эллиптические кривые. Это центральная, самая центральная, самый центр математики. Но он же, как ни странно, исключительно прикладной. Потому что функционирование биткоина тоже описывается эллиптическими кривыми. То есть это вот... Возникновение криптовалюты стало, по сути, возможным тогда, когда теория вот эта стала человечеству понятной. И когда человечество, если говорить грубо, научилось получать какие-то чудовищные числа, удовлетворяющие каким-то ограниченным уравнением. Вот что такое. Что такое шифр, да? Шифр — это когда у тебя есть алгоритм, получить что-то очень большое, ты шепчешь его на ухо своему другу, он тоже там получает что-то очень большое. И при этом часть информации как бы протекает, но какая-то самая главная часть остается у вас двоих. И поэтому остальная часть общества ничего не может сделать. Понятно, что получить вот такие числа путем перебора не получится никогда. То есть это вот и есть суть шифрования. Поэтому любые приемы получения огромных чисел — это ключ к новым кодам. Именно как бы в этом смысле я имею в виду, что это центр, а он сам центр. То, что они дают шифр. Значит, итак, на самом деле разгадка будет такой. Если мы запускаем компьютер на перевор целых, мы довольно быстро найдем решение. То есть если фруктом разрешить быть в долг, вы пришли за киви. А мы говорим, вы должны два киви однажды. Вы из-за киви пришли покушать, да, вам фрукты должны 10. Пришли за фруктами, а он говорит, вы должны каждой подвать киви. И из-за рленка мы вас не выпустим. Каждый не достанет, да? Вот. И вот если у нас такие числа, то легко. Легко, компьютер очень быстро даст. Но тоже, честно говоря, самостоятельно вот так догадаться совершенно нельзя. Но компьютер вам выдает вот такой вот пример. Очень быстро. 4, минус 1, 11. Проверим, что я не ошибся. 4 делить на сколько? На 10. Минус 1 делить на 15. Плюс 11 делить на 3. Не поверите, но это 4. Давайте приведем к оккушево знаменателю. Чего это у нас, собственно, на этим? 30. Значит, это 12 минус 2 плюс? 110. Да. Это 120, это реально 4. Реально, понимаете, вот реально, вот прям удивительно. Вот. Как же так вышло? Ну, вышло, конечно, я скажу, что мы, как бы, это не бежуличество. Естественно, подбирали задачу, чтобы здесь было такое число, чтобы у него было какое-то очень просто устроенное отрицательное решение. Ну, положительное, отрицательное. Но при этом из него, из него стряпают положительное. Вот про то, как стряпают, я сегодня не буду рассказывать. Это главный момент всей лекции. Это как стряпать из одних других. Как из целочисленных решений. Вы, наверное, уже не читали такие произведения, советскую классику. Вот там было такое, как исканно сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Все старшие должны это знать. Есть несколько культовых произведений советской эпохи. Вот. И вот это вот, одно из них, но я, к сожалению, задумал, как его называется. Я только цитату помню. Помню цитату. А вы не помните? Помните фразу, да? Фразу помню. Да, фразу запоминается очень сильно. Но вот какая-то из книг советской классики, которые нам давали, надо читать до лета. Вот. В общем, как вот из этого решения добыть вот этот чудесный, значит, кортеж из трех чисел 80-цифровой длины. 80-цифровой длины. Да. Вот. Значит, итак, смотрите. Смотрите, что мы будем делать. Потом мы еще один примерчик рассмотрим. Подарок от моего дедушки. Ой, от моего папы. Нашего дедушки. Ну, в семье называем его дедушку, потому что много детей. Вот. А мне он папа. Значит, пока мы этот раз рассмотрим. Потом дедушки. Например, дедушки Володя. Так. Смотрите, что я делаю. Я умножаю на знаменателе, я превращаю это в многочленное уравнение. Это первый ход. Если я превращаю это в многочленное уравнение, ну, давайте превратим. А на А плюс С, даже не раскрывая скобки, потом поговорим о том, что в общем случае мы здесь можем увидеть. Значит, будет вот такая вот шняга, да? А плюс С на В плюс С на А плюс С. И равно это все 4 на А плюс В на В плюс С на А плюс С. Согласны? Согласны, но с некоторым дополнительным замечанием. Мы здесь можем приобрести некоторые лишние решения, которых не было, потому что мы умножали на знаменатель. Мне кажется, больше нуля, а не все. Да, еще мы, ну, как бы... Или мы их дополнительные... Нет, сейчас мы целых будем работать. То есть, дальше мы работаем целых, и просто как рыбаки отлавливаем ситуации, когда все 3 стали положительными. То есть, ситуация будет такой, да. Но все-таки мы приобрели те решения, где А равно, например, минус В. То есть, здесь они возможны, а здесь они невозможны. Но есть такая наука, к которой вообще относится область и сегодняшней лекции тоже. Наука называется алгебрическая диаметрия. В ней легко, непринужденно делить на ноль. Вот вообще просто. Вообще не парятся. Вот такая прекрасная наука. Ну, а там нужны правила игры. То есть, не на всякий ноль поделишь. На некоторые ноль не можно поделить, на некоторые нельзя. Но это сильно позже. Алгебрическая диаметрия служит для математики, для обычных математиков, таким же страшилищим, каким обычная математика служит для всех остальных. То есть, внутри математики существует там десятки тысяч ученых, состоявшихся, профессоров. Понятно, да? Там, с замечательными результатами, которые при слове алгебрической диаметрии наступает дрожь. Не понимает ни одного слова. Открывая статью, не понимает ни одного вообще слова из написанного. Ровно так же, как если вы поймаете сейчас отдыхающего там, и начнете его впаривать вот это, он скажет, идите вы со своими А, В, С в одно место. Я их в школе оставил, и видеть не хочу. Вот так же происходит с математиками, когда их кормят алгебрической диаметрией. Ну, вот с такими математиками, которые, как бы, я не вижу ее изучать. В логовышке диаметрии много вот такого шизанутого. То есть, там, 9 на 0, там, какие-то, какие-то самые, еще там, уравнения решают, там, уравнения решают, ну, как бы, почти всегда вот что-то выполнено, иногда не выполнено. Насколько хорошо ее преподъют на футумы? Есть курс, есть курс, вел Дима Дубнов. Сейчас не знаю, кто ведет, может быть, и Дима Дубнов ведет. Да, он был очень хорошей, нормальные отношения. Да, вот там, там, там появился, в какой-то момент у нас был большой праздник, когда она, думаю, появилась в происходящее время, до этого не было. Вот, ну что, вот вам уравнение. И вот это явно его решение. Также у него еще есть некоторые решения. Какие у него есть еще решения? Ну, вот, вот, да, вы одно из них там показали. Издалека показали. Нет, 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 я имею в виду, я имею в виду смехотворное. Но еще перестановки этого всего дела. Вот таких 6 штук, да? Вот таких 6 штук есть, правильно? Ну, АБЦ нужно какое-то число. Да, но это мы, вот, хорошее замечание насчет АБЦ, умножить на какое-то число. Это уравнение является уравнением очень специальным видом. Называется однородное. Что такое однородный многочлен? Степени всех одночленов одинаковые. Все одночлены имеют одно и то же степень. Вот. И это пример такого многочлена. Некий многочлен F от АБЦ. Однородный. Однородный. Вот. И это означает, что они все кубические. Ну, на самом деле, вот как выглядит произвольный однородный многочлен третьей степени от трех переменных. Это, там, давайте, так, АЛЬФА на А в кубе плюс БЭТА на АБ в кубе плюс ГАМА на АС в кубе. Что дальше? Ну, там вообще АКВАРАТББКВАРАТА, вот это все. Да. Плюс. Да. Давай не сразу симметрически напишем. Блюжание. Тут вообще симметрически, это вообще круто, да. Ну, я даже сейчас, как бы, пока я не на этом не фокусирую внимание, хотя это отдельная категория, да. Так, ГАМА еще не было, по-моему. Нет, ГАМА была. Так, в моей голове кончаются греческие буквы, как и на КАМБАУ. ПСИ. Ой, ТЭТА, ТЭТА. КАМБА. А квадрат С плюс ЭТА АС квадрат плюс ТЭТА Б квадрат С плюс ЛЯМДА. ЛЯМДА. О, ЛЯМДА же еще не было. БС квадрат. Ну, и давайте МЮ. А, БС. Господи. А МЮ, да, АФИ уже остался. Вот, смотрите, десять штук, правда? С педагогическому языку. Десять штук. Можете, в принципе, доказать, что если у вас однородный бракошлен от трех переменных имеет степень D, то у него C из D плюс 2 по 2 коэффициент. Надо такое упражнение, если хотите решить. Да? Степень D, если такая форма будет, степень D однородная, и три переменных будет, тогда это будет C из D плюс 2 по 2. В данном случае D равно 3 получается C из 5 по 2. Что такое C из 5 по 2? Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Существует. Так, теперь мы обращаем внимание на вот эти вот шесть направлений пространстве. Опа, опа, опа. Да, сейчас начинается. Шезам начинается уже здесь. Значит, прекрасно. Шикарно. Наконец-то нормальный лекций. Сейчас будет круто. Сейчас еще будет не то, и будет успешно. Значит, и так. У нас в пространстве три измерения, правда? Да. Не считая времени и прочих там прячущихся размерностей, физики. Вот. И эти измерения как раз А, Б, и Ц. А значит, то, что написано, задает в этом пространстве что? Ну, в векторочке. А вместе все они образуют? Ааа, в векторочках. Нет, не байзиста. Не, 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 не. Вот множество всех троек А, Б, Ц. Которые при пацанах сюда дают верные равенства. Ну, кажется, какую-то кривую поверхность стоит. Поверхность. Ну, вообще непонятно, почему она поверхность, кстати. Ну, пообщем, есть такая дема с ардом мат-анализе. Но я не буду на этом сильно работать. Можно формировочку, пожалуйста? То есть, ну, формировка, грубо говоря, такая. Если ты задашь одно уравнение, степень, значит, размерности падает на один. Если два, они правильно между собой устроены, то степень падает на один. То есть. В данном случае я сдал одно уравнение, а было трехмерное пространство, осталась двумерная дрель. Ага. Уравнение, она состоит из прямых линий, проходящих через 0, 0, 0. Понятно ли почему? Ну, нет, понятно почему. Потому что мы умеем домножать на число всю тройку. Так, потому что уравнение однородное. Ну, и даже исходным это вообще очевидно, да? То есть, если я увеличил количество трубок пять раз всех, то тут ничего вообще не изменилось. А, то есть, мы вообще, в принципе, можно на плоскость перейти. Ну, очень осторожно, на проективную. Ну, понятно, что на проективную. Можно перейти на плоскость. Но мы пока, ну, как бы, давайте увидим это, как какая-то поверхность виничная, такая поверхность пространствия. Вот она, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, вот так. Почему она виничная? Она из них следует. А, что следует? А, давай, возьми, ладно. Она стоит из них. Ну, вот, можете нарисовать. Кстати, есть среди вас программисты? Поднимите руку, кто тут программист? Да ладно? Да прям, не конец. Вот, вы можете закокерить вот эту тревогу, и она вам раз, и прямо на пространстве будет так, такое хреновело. Загогулино будет в пространстве. Все, говорим. Загогулино. Нет, вы не видите. Вот. А теперь, а теперь, сейчас я, значит, скажу, что мы будем делать дальше. Мы возьмем вот это вот 4, минус 1 и 11, какое-то направление. Ага. И какое-то из оставшихся. Так? Да. И проведем через них... Плоскость. Плоскость. Ага. Плоскость. Плоскость задается уравнением, правда, каким-то. Давайте, вы запомнили уже 4, минус 1 и 11 принципов? Только что? Ага. Потом мы, на самом деле, все это на плоскости увидим более наглядно, потому что... Но пока я хочу в пространственном виде тоже это очень удобно делать. Не только на плоскости с метрическими кривыми. Удобно работать и на плоскости, и в пространстве. Просто по-разному. Итак, что такое плоскость, проходящая через 0,0,0? Вот как ее лучше всего задать? Так, разве хорошо брать плоскость через 0,0,0? У нас все прямые... У нас все через 0,0. У нас все через 0,0,0. Да, у нас однородное, поэтому все через 0,0. Когда мы провели через 2 такие прямые плоскости, она, естественно, тоже будет разочисто 0,0. Ну это понятно. Как задать плоскость? Вот знаете уравнение плоскости? Кто знает? Уравнение плоскости, которое... Ну, например, 2a минус 3b плюс c равно 0. Плоскость? Да. Очевидно, плоскость, да? Да. Ну вот любая плоскость имеет вон такой вид, что что-то на a плюс, что-то на b плюс, что-то на c равно 0. Согласны? Через 0,0. Это вот этот вектор. Да, через 0,0. Вот вертикальный к ней... Ой, как называется? Перпендикулярный. Нормальный. Нормальный, так. Перпендикулярный или нормальный. Вот плоскость экрана. Вот я вот этот вектор задал с помощью координаты a, b, c. И, соответственно, вся плоскость это... Ну, не a, b, c, там какие-нибудь... r, n, k. Получается m, a плюс n, b плюс k, c равно 0. У меня получается вот эта плоскость. Теперь что я делаю? Теперь я решаю одновременно уравнение. Вот это вот получилось какое-то там... 2, там, минус 3, b плюс c равно 0, например. Там будут другие числа, но пока я для примера беру, да? И вот это вот, и вот это одновременно с этим решаем. Вот давайте просто попробуем представить, что у меня произойдет. Я могу c выразить через эти два. Да. Ну, если бы он был с коэффициентом, я бы на него поделил. Да? Это не страшно. Я бы на него поделил. Ну, понятно. Вот. Я выражаю c через эти два и подставляю вот сюда. А, ну, вы... Ну, прекрасно. Что произошло? Штука двух переменных, тоже, кстати, однородная. Штука от двух переменных. Например, 3718a кубе минус 474b a, a квадрат b, да? А, плюс 15a b квадрат минус 72b в кубе равно нулю. Я опять от болды взял. Ну, я просто хочу объяснить, что произойдет. В этой науке, к сожалению, руками почти ничего не сделал, потому что тут же возникают вот такие чемоданы. И надо на компе. А почему элитические кривые там очень сильно продвинулись именно в последние годы компьютерные? Потому что эти вычисления надо сделать с помощью математических пакетов. Один я там руками что-то пытаюсь сделать. Ну, просто, как бы, иногда это случайно выходит. Ну, вообще, конечно, лучше на компе. Ну, я хочу теперь вас вот спросить. Смотрите. Я на самом деле проводил ведь через... Не просто так, кто плоскость брал, а проводил через два направления, которые удовлетворяли вот этому уравнению. Так? Например, 4, минус 1, 11, и 11, 4, минус 1, да? То есть, а равно 4, и b равно минус 1, а также а равно 11, а b равно 4. Что? Решение 2 разных соотношения а и b служат решением кубического однородного уравнения от двух переменных. 2 разных решения у меня есть. Что я делаю дальше? Ну, кажется, вы сейчас возьмете и нарисуете эту уже штуку. Сейчас. Сейчас я скажу, что я сделаю. Давайте я сотру исходную работу. А, ты скажешь, что нас типа два порождают третьи, и типа так нас так и... Конечно! Это и есть то самое. Смотрите. Что еще произошло там? Да, что произошло? Произошло следующее. Я взял два направления, которые... Вот это и это. Я провел через них плоскость. На самом деле, я вам сейчас скажу, как именно. Вот если это направление 4, минус 1, 11, а это направление 11, 4, минус 1, знаете, как плоскость провести? Хотите, покажу? Я не буду это объяснять, это линейная выбора, то есть то, что вы все равно сто раз услышите. Я составляю вот такую таблицу. Понятно, что там напишется определитель. Да. Я составляю такую табличку. Кто слышал про слово определитель? Ну, Таш, многие, да, слышали? Я слышал. Я слышал, конечно, слышал. Вот смотрите. Сейчас я покажу рецепт. Рецепт для программиста. Рецепт, как это делать. Значит, через две такие... Я беру вот эту вот матрицу 2-надобую и вычисляю. 4х11 минус 1х1. 4х11 минус 1х1, да? 44 минус 1 равно 43. 43 умножается на А. Дальше я беру вот этот и этот столбец. 11 на 11 минус... 4 на минус 1 плюс 4. 125, но со знаком минус, потому что чередуются. Она же не квадратная. Плюс 11 на минус... Не-не, здесь как раз и нужно, не квадратная. Это определители 2 на 2. Три определители 2 на 2, которые здесь есть. 11 на минус 1, это минус 11. Минус 16, минус 20. Вот что у меня получилось на самом деле. По правде будет вот так. Обычно, кажется, что написывают просто строчку с переменными, потом раскрывают. Ну, так можно. Ну, понятно, что так можно, но красивее же. В общем, смотрите, на самом деле, когда вы взяли 2 направления и провели через них плоскость, то эта плоскость задана вот таким уравнением. То есть вам нужно определить или взять... Ну, совершенно конкретный рецепт. Конкретный рецепт, как вы читаете. Это на это минус это на это. Это на это минус это на это. Это на это минус это на это. Просто можете в пространстве поэкспериментировать, да, как вы проводите через 2 прямые, да, проводите плоскость и убеждаетесь в том, что действительно этот вектор будет пропитулярен всегда. Ну, и так или иначе, вы выражаете c отсюда. У вас получается, что у вас, значит, когда вы c выразили и подставили в исходное уравнение, вот в этом уравнении, на самом деле, в этом уравнении. Просто я его привел по муновичленному виду. То у меня получилось выражение третьей степени от двух переменных, однородное по А и В. И при этом я знаю, что... Я знаю, что А равно 4 и В равно минус 1 является решением. Это означает, что это выражение делится нацело на многочлен. Сейчас скажу, какой. А плюс 4 В. Ну, это... Потому что вот это является его решением. Вот эта пара является решением. Это терема безу. Однородный вариант терема безу. Наверное, не у всех, да, есть однородный вариант терема безу. Вы все знаете обычный терема безу, да? Конечно. В принципе. Это однородная терема безу. А-а-а. Однородная терема безу. А-а-а. Да, понятно. Делится на плюс 4 В, потому что отношение 4 к минус 1 является корнем. А также делится на... Ну, просто поделим все. 4 А минус 11 В, потому что это тоже корень. Да. И что у меня возникнет после деления кубической формы на две однородные? Ну, на две... На две... Линейная. Всем понятно, что это мнение? А, ну, короче, мы по любым двум решениям строим еще одно, и у нас получается панар-решение. Все. Именно это и называется метод диафанта Александрийского. Третий век нашей эры. Пам-пам. Да, это метод диафанта Александрийского. Он первый в истории догадался, что у кубических уравнений можно плодить решение, имея два, можно получать новое, имея еще два, еще новое, имея еще два, еще новое. Но это не все. Он был вообще не просто гений, он был супергений, сверхгений. Он был там гений уровня, не знаю, какого. Наверное, мы никогда не узнаем, какого. Потому что из 13 домов, которые он оставил, на нас нашли только шесть, и в них начало всей современной математики. Семь не дошло. Семь, которые вторые семьи. Сгорели в VIII веке в пожаре Александрийской библиотеки. Это вторые семьи. Да. Это вторые семьи. Это вторые семьи. Самое печальное, трагическое событие в истории цивилизации – это пожар в Александрийской библиотеке, в которой сгорели семь томов диафанта Александриста. По сравнению с которым все остальное просто меркнет Потому что, скорее всего, наша математика была бы просто на много-много столетий вперед, если бы эти дома до нас дошли Он придумал еще один прием Он говорит, а если у меня всего одно решение есть, то что сделать? Ну куда-то, оказывается, проще искать Касательную провести Гениально! А, типа на 100 кг сказать, что это два решения Абсолютно гениально! Это как бы два с двойка Да, типа два решения, да, в блин-офиген Всё, касательную, приведи касательную Просто это выражение будет делиться на квадрат какого-то этого всего А почему оно будет делиться на квадрат? Потому что касательная Ну понятно, что касательная Ну вот там прям по-моему случается Двойной, двойной корень Кратный корень, кратный корень уравнения Делишь, опять линейная форма Опа! Линейная форма Снова Снова У вас третье решение То есть вы говорите, что если мы Возьмём вот эту штуку поделим на одну из этих скобочек Продавайте, у нас что-то получится Не совсем так Не на скобочку Не эту форму Тут нужно записать уже уравнение касатель Но вопрос достойный Ответ такой Мне нужно вычислить производные по А В исходной точке, например, в этой точке Улучшается такая форма Делим на квадрат Сейчас Мы выражаем оттуда С Поставляем Тут С Ушло Убийческое уравнение получено Делим на квадрат Формы Исходной Получаем третье решение Это называется метод секущих диафанта Александрийского А исходной называется мет... ой, прошу прощения Первое, что мы с вами разобрали, это метод касатель... Нет Ё-моё Метод секущих диафанта Александрийского это первое Метод касательных диафантов Александрийского это второе То есть мы сейчас взяли, провели какую-то касательную Посмотрели пересечение ее с этой штуки Выразили цепс, сделали пересечение Получили третьего порядка Да Поделили на квадрат исходной формы Получилось Одинский квадрат Одинский квадрат Теорема Теорема Виета Ну понятно Теорема Виета дает вам рациональные коэффициенты снова То есть Из рациональных получаете рациональные решения Забавно Вот Таким образом На одиннадцатой итерации этих движений Из исходного решения получается то, которое я вам показал Бам-бам Да А То есть просто в какой-то момент получим что-то положительное, потому что прикольно Да Просто случайно, да Просто случайно, да Получили что-то положительное И сказали ура Но понятно, что все эти действия алгоритизируем мы Мгновенно все это компьютер делает Абсолютно мгновенно Он приходит в 80 значки Так Ну давайте теперь пощупаем что-нибудь руками Руками, да, пощупаем Сейчас я нарисую кривую, мы ее пощупаем руками Вот Ага Давайте я нарисую даже как бы кривых Я, значит, нарисую кривую y2 равно x3 плюс 1 А заметьте, теперь я перешел уже к кубическому уравнению неоднородного вида И это будет проще, чем то, что было Поэтому те, кто вырубились за пять минут до конца той серии Сейчас можете спокойно вникать с самого начала Сейчас будет проще, чем то, что было Просто Просто все это можно нарисовать Вот Как выглядит такая кривая? Ну, на самом деле Можно быстро угадать какие-то решения, да? Минус 1 1 Кто-то сказал 3, 2 Да? Да Ага Так Сейчас я нанесу их Так И теперь внимание, я сейчас ее нарисую Так И И И И И Такая корылька появляется офигенная Так Так Вот она Вот она Вот так выглядят кривые третьего порядка Иногда Иногда чуть-чуть иначе Так Давайте Проведем Прямую через эти две точки Кто быстро скажет, как она выглядит Какие две? Через 0,1 И 2,3 Ну, распишем Какой-нибудь Лучше угадать Угадать? А, ну да, ладно, угадать, это правда Игрек равно? Игрек равно Игрек Игрек, да Правильно, совершенно верно Так Так Теперь смотрите Я Должен Найти Третью точку Пересечения Игра Я убеждаю, что она здесь нарисована Да Ну, давайте Проверим Подставляем, да? Удивительно Подставляем Игра 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 Минус Минус Игра Да, ну и это уж каждый из вас поделит, понятно, в методом уголка. То есть поделили методом уголка, у вас получились рациональные коэффициенты, ну и по сути получилось x плюс один просто. Вот, и вот вам в этой ситуации очевиднейший третий корень, правильно? То есть здесь это все нагрязно. Взяли два вот этих корня, провели прямую, и у вас получился новый корень, минус один. Два корня дают третий. Это не этот секущий диапанта. Метод касательный диапанта сейчас проделаем, поймем, куда идет эта прямая. Ну, наверное, вы уже догадались куда-то. Ну, давай, давай. Так, туда. Значит, и так, метод секущих диапантов дал нам точку x равно минус один, правильно? Так, хорошо. Теперь проведем метод касательный диапанта. А, ну давайте писать уравнение касательным. Да, давайте запишем. Уравнение касательным. Как записать уравнение касательным? Давайте. Подобно сигнать в одну сторону производную по первой, производную по второй, да? Ну да, на самом деле. Давайте. Давайте возьмем просто производную от вот этого. Заодно вспомним, как это делать. А как же там участные, происходные, пожалуйста? Давайте не будем брать корни, пожалуйста. Не хотите производные, да, брать? Давайте не хотим брать корни. Да чего хотите? Тогда я вам расскажу, как это делать чисто алгебраически. Хорошо? Но за это мы проделаем то же самое комплексным числом потом. Договорились? Ну ладно. Нормально, да? Ведь я вам объясню. Производная здесь на самом деле не мрячо. Вот матана здесь нет. Здесь есть только алгебра. У многочленов есть производная, но для многочленов производная – это понятие алгебраическое. Это не матанное понятие. Поэтому действительно, давайте сейчас я покажу, что надо делать. Я беру пучок прямых, проходящих через точку 2,3. Задаю их в параметрической форме. Что значит в параметрической форме? 2 плюс альфа t, запятая 3 плюс бета t. Индикаально. При всевозможных соотношениях между альфа и бета здесь важно только соотношения. Как говорится, это проективная история. Здесь важно только соотношения. При различных соотношениях получаются разные прямые. Правильно, да? Здесь t, он бегает до бесконечности от минус бесконечности. Датность бесконечности – первый, да? И получается при каждой паре альфа и бета получается какая-то из прямых. Я теперь хочу понять, какая из них касательная. Знаете, как я это делаю? Окажется, у нас домножение. Альфа и бета с общей непропорциональности опять же. Конечно. Я просто это подставляю. y квадрат – это 3 плюс бета t, возведенное в квадрат. Равно 2 плюс альфа t в какой степени? Третий. Третий плюс 1. Так. Ну, у нас, да, они же решения, прекрасно просто. Они все решения, поэтому уравнение полученное будет делиться на t. Ну, типа, да, у нас двойка и тройка решения, там все хорошо произойдет. А вот что будет с касательной, то есть самое единственное? То есть самое единственное? Кто скажет? Кратный корень, то есть… Ну, типа, на квадрат поделиться. Да, на квадрат, на делиться. Вот я разложил. У меня констант нет, у меня начинается все с t. Ну, да. Определение алгебраической касательной. Через больше-то идет. Ну, это в любом случае. Определение алгебраической касательной. Это такие альфа и бета, что в этом многочлене нет не только константы, но и t. Ага. А есть только t квадрат и t куб. А таких у нас… Определение перегиба, тоже алгебраическое. Но кто продолжит? Нет, все. Нет t квадрата и константы. Соответственно, t квадрат умножить на константы на что-то равно. То есть, 3-х кратный корень. Перегиб – это 3-х кратный корень. Показали вам перегиб здесь? Ну, я, наверное… 0-2. Да, 0-1. А, да, 0-1. Вот перегиб! А, ну типа… Вот перегиб! Ну, типа, да. Он выгнулся вверх, потом вниз, потом снова вверх, но он типа стянулось в одну эту, да? И там, типа, строился корень. Да. Да, вот оно что. И есть еще один, кто видит? А еще один… А, бесконечность! Да, где-нибудь, да. Ну, это подождите, пока мы его не приглашали. Значит, давайте попробуем… Просто проективный плоско, тяжелем. Мы, конечно, да, тут все живет, проективный. Вообще все побольше. И диаметрия, как бы, начинается с изучения проективной. Значит, что это за квадрат? Кто это быстро продиктует для? Квадрат? А, давайте от 9 сразу избавимся, пожалуйста. 6, что? 6, да. 6, да. Плюс… Т квадрат равно… Плюс альфа-куб-т-куб, плюс 1, от константы мы добавляем нафиг константы. Константа пошла нафиг, потому что это решение при любом этом самом. А вот пример, что у меня? 6 бета – это 12 альфа, бета – это 2 альфа. 6 бета равно 12 альфа, давайте вот это вот, как бы, чтобы стало понятно. Ну, давайте бета-двойка альфа единица. Да. В избежание. Почему? Потому что в этом случае эти штуки сократятся и останется t квадрат. То есть t будет кратным кормом. Ага. Так? Да. Согласны, да? Да. То есть, смотрите, что… Значит, еще раз, помедленнее, да? Помедленнее сделаем. Смотрите. Я решаю это уравнение. Я получаю вот это уравнение. У меня 9 равно 8 плюс 1, поэтому константа здесь нет. У меня начинается все с t. Но я хочу, чтобы это была не абы какая прямая, а касательная. Поэтому у меня не должно быть не только константа, но и члена с t. При t должен стоять коэффициент 0. Но при t стоит коэффициент 6b – это минус 12 альфа. Значит, 0 это будет при условии, что b в двое больше альфа. То есть, что это на самом деле подставлено 2 плюс t и 3 плюс 2t. Все. Ну, вот по-русски, да, говорят? 2 плюс t и 3 плюс 2t. И тогда получается уравнение b в квадрат 4t равно, что у меня справа, 6 альфа квадрат t квадрат. Это 6t квадрат, да, плюс альфа в кубе t куб. А почему 8? А, да, 8, ладно. Если не ошибся, то 8. А что, откуда 8? Нет, не 8. Не 8? Там 2 в первую, 2 в нулевой. Поле. Такое 8. Вот, да? Что-то пошло не так, да. Нет, теперь все так, да. Но теперь нормально, да? Теперь у нас 2-х кратный 0 и... кто еще? И еще минус 2? Это нормально, у нас же t. Ну да, действительно, у нас... Значит, вот уравнение. У меня в нем 2-х кратный 0. Это и есть касательная, алтопереческая касательная, как раз происходит, когда у меня 2-х кратный 0. Ну, а после этого на превышатель линейное уравнение t равно минус 2. Согласны? Да. То есть третий корень лежит на этой прямой при t равно минус 2. Вот он. Вот он. И он равен 0 минус 1. Значит, мы действительно попали туда, куда мы собирались попасть. Ну, кажется, как-то... ...дышь! Пошли в дом Бенуса Рима. Ну и дальше как-то все понятно, потому что... Кажется, мы как-то не очень успешно плодим еще корни, потому что вот на этих корнях у нас есть. И мы в них заперлись. Да! Как-то грустно. Это очень грустно, потому что кривая грустная. Теорема! А, больше других нет. Да, теорема. Теорема. На... кривой у квадрат равно x кубе плюс 1 есть ровно 5 рациональных точек ну еще бесконечности ну понятно да вы же нам это конечно ни хрена и вот почему я уже на камбалке каялся значит это доказательство было самым моим высшим моментом жизни я его когда в школе учился я его восприниму сам сочинил целиком я его доказал я работал этим не знаю сколько времени и впоследствии я отупил его забыл в интернете она конечно доступно но она очень непростое то есть это так сказать вот эта сложная теорема о том что на этой кривой давайте нет никаких рациональных точек а из этого следует что любые прямые любые касательные десекущие которые вы через них проводите остаются в рамках этой системы точек вы понимаете да то есть можно хотя бы плавно но план стоит том что что приводится к вот такому красивейшему уравнению в целых числах это не очень похожи на план не очень это тогда это x плюс z квадрат умножить на x плюс омега z квадрат умножить на x плюс омега квадрат z квадрат где омега это кое-кутнические заменицы работаем в конце z от омега ну это да это понятно это тоже трудно дальше трудно я главное не помню как а вот почему план такой вредный вот оно в чем дело именно поэтому в общем вот такая получается интересная интересная картина но это еще не все значит это еще не все я вам скажу это это еще далеко не все пришел по анкаре спустя много-много лет да знаете и пользу по анкаре что же он говорит здесь есть группа здесь есть группа прячется групповая структура ну да это такое групповая структура что значит групповая структура давайте возьмем обычные числа просто обычные вещественные числа мы их умеем складывать время да конечно умеем а плюс б равном и плюс а да тут еще и адрес а еще и адрес да значит я то что один но как адрес коммутативный то есть 1 1 1 а как операцию дальше что еще верно амсб если еще плюс сером а плюс в знаете да ассоциативный закон дальше есть такой элемент который ничего не меняет что они нейтрального по операции 0 0 плюс 5 равно 5 да вот и еще для каждого есть противоположные 7 прибавить минус 7 равен все вот я перечислил все то есть группа это множество где есть способ спаривания элементов нужно чтобы это спаривание было ассоциативным чтобы существовал нейтральный который с кем не спаривают ничего не меняется остается тот кого спаривались и еще для каждого является тот который нейтрализует то есть антиэлемент для каждого есть такой который спариваешь с ним и пах это все аксиомы группы группы про группы написаны вот такие тома в общем это такое самое центральное понятие во всей математике и план каре обнаружил что здесь есть группа как и да как выглядит операция но явно не вот так что вот это плюс это равно это но понятно потому что иначе не увидишь никакого ну нейтрального точно не видишь сразу сразу видно что никого нейтрального быть не мог и вот что он говорит а вы дураки все дураки все кто до этого работая с элитическими кривыми даже даже может диохан может диохан знал что это группа но это же все оказывается а плюс б равно c вот это а короче симметрично да значит если я хочу сложить две точки с собой то я их по диафанту и отражаю давайте проверим все кроме ассоциативности это вот только на этой кривой так работают на всех поголовно они симметричны для любой эллиптической кривой а почему эллиптическая кривая это кривая 3 степени которая не вырождена и на ней есть рациональная . вот как бы просто по сути кривая 3 степени с некоторым дополнительным условием чтобы тогда относительно чего мы симметрию делаем да вот теперь вопрос да но дело в том что любая приводится любая кривая с помощью замены координат некоторые хитроумный приводится к вот такому виду вообще любая приводится к вот такому виду это даже наверно можно поделить и тогда у тебя возникает фигура на которая симметрично относительно оси и тогда то же самое сложение то есть ба-бах и сюда ну что давайте проверять во первых давайте поймем что есть нейтральный элемент сейчас будет некоторые сюрприз что есть нейтральный элемент бесконечность конечно 0 в этой группе это бесконечность причем минус бесконечности и плюс бесконечности по законам жанра алгебрающей геометрии здесь совпадают точка туда и точка туда это одна и та же точка это кривая она на самом деле пересекается вот этими двумя своими ну кажется открыли конкретные бесконечности вот вертикально вертикальными вертикальными параллельные прямые идущие туда вверх они все пересекаются на бесконечности у кого в школе есть проективная геометрия ни у кого нет какой ни у кого а на уроках вот спецатематики надо изучать трудно вступать в путь взрослый там потому что во взрослом пути она сжатая очень сжатая даже в самых лучших вузах она сжатая и не успеваешь почувствовать ее лучше сходящая а как мы ну тоже сжатовато там как бы там хотят добраться до высоты всегда а ну понятно да вот так вот представьте себе мысленным взором что эти две ветки пересекаются там где-то на бесконечности это то же самое что там на бесконечности ну вот так жизнь устроена тогда как провести точку как провести прямую через бесконечность и какую-то точку на кривой ну в заданном направлении очевидно вертикальную все вертикальные прямые они там в бесконечности входят ну соответственно я провожу бесконечности эта точка получаю эту точку и отражаю ой пам-пам все я пришел в исходную да да но это он же бесконечность прибавляю эту точку это вертикальная прямая еще третью точку на пересечении с кривой она вот эта и отражаю относительно оси x это штука даже коммутативно коммутативно по очевидным причинам да через две точки провести прямую не важно в каком порядке брал точки да да 0 виден дальше почему есть обратный да потому что к этому вот это есть обратный через него вертикальная прямая проходит она идет на бесконечность отражает бесконечность получается бесконечность да она еще и называется как-нибудь да да нет так и называется нет группа а группа планкаре ладно хорошо это было ожидаемо да у каждой кривой есть группа планкаре ну и возникает вопрос у каждой лептической кивой есть группа да что с ассоциативностью то ассоциативность ну ну кажется там тоже все нормально там очень сложно я ребятам на комбанге доказывал две пары а можно план но план на самом деле это изучение ой план длинный там нужно рассматривать там линейную алгебру всех публических кривых одновременно там десятимерное пространство в нем работать в общем это это сложная это на самом деле сложная теорема очень и то что по мкаре обнаружил вообще это как бы но есть какие-то вехи да в математике вот вехи есть вехи заметные например доказательства великой теорема фирма как оно произошло весь мир сразу сказал блин великой теорема фирма доказана да а есть вехи которые вот как бы вроде никто вокруг не заметил но они перевернули все вот перевернули все сознание всю науку они направили в Новый Руссо вот то что план каре заметил что здесь есть группа и соответственно ассоциативность обнаружил и это было это было переворотом собственно говоря теорема великой теорема фирма доказана техникой эллиптических кривых поэтому вы сами понимаете да сто лет назад он подложил бомбу под великую теорема фирма потом значит бомбу доводили до ума и взорвал ее вот то есть он уже готовую бомбу взорвал вот ну вот это самое значит остается вопрос группа же они все классифицируются легко но вот тут явно конечная группа из шести элементов вот этот 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 и бесконечность ну группа конечные значит конечная группа из шести элементов да еще и с коммутативностью ну в общем когда вы вырастете вы узнаете что это обязательно группа остатков отделения на шесть здесь 0,1,2,3,4,5 как остатки да складываем остатки это как раз конечная группа остатков отделения на шесть по сложению она и есть вот это вот единица это пятерка это там двойка это 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 двойка это четверка а это тройка она сама плюс себя равна ну вертикальная клевая как раз так я вам обещал комплексные упражнения да давайте комплексные поделаем я сейчас напишу некоторую кривую очень прикольную кстати этого на комбалке не было комплексных упражнений по-моему мы не успели провести и не успели я забыл а может последние несколько секунд с самой последней лекции но это не считало так итак значит опять же все это подложило бомбу еще и под банки потому что в 2008 году на основе эллиптических кривых и сложения точек был вызван соответствующий шифр который идет к основу функционирования криптовалюты биткоин описывается вот таким уравнением над разными конечными полями то есть над разными остатками по-моему ну там конечные поля разные бывают но остатки это самые простые конечные поля а кто первый кто первый угадает да а оно лежит на поверхности честно оно какое-нибудь там и и плюс 7 молодец есть контакт да и квадрат равно минус 2 в кубе плюс 7 обратите внимание это верно простите тех кто не знает что про комплексные числа придется узнать теперь детство кончилось детство кончилось да детство сегодня закончилось человек взрослеет когда узнает про комплексные числа такая юность юность да очень юная юность но не детство согласны? ну и то что и квадрат равно минус 1 знает вообще все даже те кто не знает что про комплексные числа правда? квадрат равно минус 1 и минус 1 минус 8 плюс 7 явно минус 1 проведем комплексную касательную о приедем да вот это мы и сделаем ну и может если остается время я расскажу про загадки сегодняшние связанные с элитическим крыльем да если не останется но все равно останется ужин 7 еще полтора часа у меня в 6 зум да блин управляющий советской школы 444 в Москве да блин мы за вас да ем через экран все да в Москве да давайте вы им скажете так у меня лекция давайте на полчаса и так сейчас сейчас позже и так тут нужно некоторое воображение необходимое свойство математики воображение кто-то дразнил художников и в отличие от художников нам очень нужно воображение да говорил кто-то поэтов тоже да и всех а да 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 поэтов кто это говорил а я не помню кстати кто-то великий абсолютно кто-то да да кто-то гимберт да у кого-то мученик ушел в поэт и он сказал что у него не хватило 100% гимберт гимберт сказал он пошел в поэт и для математики у него не хватило воображения да и так у меня есть комплексное решение минус 2 и и я провожу через него прямую прекрасно минус 2 плюс альфа t правда да и плюс бета t и я хочу чтобы она стала касательной я же других точек не угадал а если у меня есть одна точка то я могу только касательной воспользоваться ну кажется касательной в комплексе не сильно отличается ничем не отличается нужно просто чтобы при t было равно 0 ну типа да давайте подставим посмотрим при каком альфа и бета альфа и бета здесь комплексные числа ну понятно t тоже естественно комплексное число комплексная прямая плоскость да t пробегает комплексные числа и это все заметает в плоскость но нам на самом деле пофиг абсолютно потому что ангеблический подход мы не должны даже париться по этому поводу мы просто подставляем и пишем вот здесь что здесь хорошо здесь просто подставляешь и пишешь И плюс bt квадрат равно минус 2 плюс альфа t в кубе плюс 7. И дальше вот честно, вот ровно то же самое, ровно то же самое, что было только что с y квадрат равно x квадрат плюс 1. Ну, как именно получится? Это плюс 7. Минус 1 плюс 2 и bt, правильно? Плюс bt квадрат равно минус 8, вот тут надо аккуратно, плюс 12 альфа t минус 6 альфа квадрат t квадрат плюс альфа t в кубе плюс 7. Ужелье мы стираем, естественно, вот эти все, так как это было решение, то у меня в любом случае минус 1 плюс 8 и 7 умерли. Да, умерли. Что там, 2b и 12 альфа, да? Да, правильно. То есть 2b и 12 альфа. Давайте альфа единичка возьмем. Ну да, да, конечно. А это получается 1, а это получается... А не лучше ли альфа 6 за и? Альфа лучше взять за и. И потом будет шестерочкой. И никаких экстремных фигней. Значит, это будет минус шестерочки, да? Или шестерочки, нет, шестерочки, правильно. Вот я тут часто ошибаюсь. Значит, итак, альфа это и, это и, а b это 6, да? Альфа это и, а b это 6. Ну, давайте посмотрим. Альфа и b это 6. Значит, соответственно, это минус 2 плюс и, т, а это и плюс 6т, правильно? Так получилось? Похоже на то? Давайте снова подставим уже с этими быстренькими. Значит. Вы взяли отстерли, конечно. А, ну ничего, минус 1 плюс 12 и т, да? Плюс 36 и т квадрат. Сейчас просто легче будет, чтобы эти все буквы не мешали. Это правда, ладно. А, минус 1 плюс 12 и т, так, равно минус 8 плюс 12 и т. Ну, собственно, как и хотелось, да? Плюс 12 в т квадрат. Минус плюс и квадрат. Там плюс. Точно. Плюс. Ёкарный, давай. 6, т квадрат. А почему здесь минус? А потому что там нет и. Да, правильно, да? То есть плюс 3 на минус 2 на и квадрат, т квадрат. Я говорю 6, т квадрат, точно. И минус уже. Тоже плюс. А, ну да, ладно, минус, минус и т квадрат. И т квадрат, да. Все. Ну что? Оставим квадрат и кубы. Что умерла? Все. Умер этот, этот, этот. А, тут единница была, она умерла. Ой, семерка. Так, 12 и т умерло. И получилось, что у меня 30 т квадрат плюс и т квадрат. 30 равно минус и т. Да. Т равно. Сейчас это получается. 30 и. 30 и, да. Правда? Да. Подставляем. Подставляем. Сейчас будет интересно, потому что вы, наверное, знаете, краем уха, что такое гипотеза АБЦ. Да, конечно. Краем. Слышно слышно. Ушка. Сейчас будет интересно. Так, поехали. Итак, внимание. Минус 2 плюс 30 и умножить на и. Это что? Ну, минус 32. Это минус 32. Согласны? Да. То есть минус 2 в 5. Так, а почему что произошло? Случайно. Абсолютно. А, ну просто взяли и просто что-то подставили и домножили. Да. Прекрасно. у равен и плюс 6 и 30 и. А, понятно, куда ты поставила. Что это? А, это 61 и. Как 61, господи. 181 и, да. Да, хренел он и. 181. И это решение исходного уравнения. Третье, две у меня касательные, да, третье решение исходного уравнения гауссовых числах. Это случайность. Кривая биткоина обладает магическими свойствами, но только в этом случае. Никаких других магических свойств не замечено. Вот с этим решением произошла какая-то удивительная случайность. А, то есть оно снова целочисленное. Только с этим. Только с этим. У остальных все. У других ничего не знают. Итого, это означает, что 181 и в квадрат равно чего? Минус 2 в пятой в кубе. 15 плюс 7. Ну, дело в том, что 181 и в квадрат это тоже целое число. Уже абсолютно настоящее. Оно настоящее целое число. 181 в квадрате это 2 в 15 минус 7. Да, то есть итого получается следующее. 181 в квадрате плюс 7 равно 2 в 15. 2 в 15 действительно. В виде АВЦ тройки записывается так. 7 плюс 181 квадрат равно 2 в 15. Ну, конечно, на компьютере это можно получить. Но с помощью эллиптических кривых примерно похожими способами получаются вот такие тройки АВЦ, которые на компьютере уже не найдут. Потому что, опять же, как бы это здесь маленькие, мы пощупали руками, да? Руками. А на каких-то еще кривых там ничего руками не пощупаешь, а растет размер очень быстро. А что вы назваете тройкой АВЦ? АВЦ называется такая ситуация взаимно простых АВЦ, что А плюс Б равно С, и С меньше, чем произведение... Ой, извините, С больше, чем произведение простых делителей, входящих во все тройки. Итак, еще раз, да? Это, 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 это прям вот определение, да? Определение, ну, не записывайте, потому что я очень просто объяснил. Ну, там, в том, это прошло. Итак, тройка АВЦ. Это ситуация А плюс Б равно С со своими простыми АВЦ. Понятно, что неважно, что своими простыми попарно или вместе. Ну, по сути, попарно. Вот, значит, три числа. Два в сумме дают третье. Положительные целые числа, натуральные числа. И тройка АВЦ, это называется в том случае, если вот это число С, сумма, да? Больше произведения простых делителей во всех трех. Утверждается, что это встречается крайне редко. Поэтому стоит не будет забыться. Точность того, что значит крайне редко, здесь наступает через ужасную... Ну, давайте я напишу. Ага, вы же знаете вот эти логарифмы, да? Да, конечно. Ну, тогда я напишу точно формировку, ладно? Да. Утверждение такое. Для любого ферсовом больше нуля существует конечное число троек взаимно простых АВЦ со свойствами А плюс В равно С таких, что С больше, чем произведение простых в степени 1 плюс эпсилон. Это самая великая арифметическая дипотеза сегодняшнего дня. Она пришла на смену великой теории Ферма, и она является самой великой нерешенной проблемой человечества в области теории числа. Она не вошла в список 7, потому что, судя по всему, составители списка, они как-то... они не очень любили на арифметику. Я не понимаю, почему она не вошла. Это далекое-далекое-далекое обобщение великой теории Ферма и многих других проблем. Геофантом управления целого ряда. И вот эта гипотеза, она ни в каком смысле не доказана. Там была история. В 2013 году ее якобы доказал некто по фамилии Ма-Шизуки в Японии. Доказательство содержало тысячу страниц. Никто не мог его разобрать. Потом, после проведенных нескольких семинаров, в том числе с нашим соотечественникам Ивана Фестинка, по-моему, провели семинары. Они как бы им разобрали. И публиковалось доказательство уже четыреста страничная. В 2018 году за него взялся филсский лауреарх Питер Шольц и еще его коллега, не помню, как зовут, и нашли ошибку. Так и не заделали. Может, Шизуки не признал ошибку. То, что это фигня не ошибка нет. Я публиковал в японском журнале ее. Как и решенную. Поэтому на сегодня вокруг, может, и слухи есть такая банда, которая считает, что она решена. И весь остальной математический мир... Ошибка какого уровня? Он написал серьезное, непонятно, как исправимое. Вот так. То есть, возможно, неисправимое. Он так написал, что нашли ошибку серьезную, но на данный момент непонятно, как исправимое время. То есть, он не сказал, что, типа, вообще все умерло. Он сказал, что вот этот момент, но с тех пор ничего не было. В том числе и сам Шольцком не нашел. Вот. В общем, вот она. Соответственно, как вы понимаете, когда возникает какая-то такая вот вещь, вокруг нее собственная движуха. То есть, что значит собственная движуха? Ну, мы называем вот это вот число качеством тройки. То есть, как его записать математически через логарифмы? Логарифм С по основанию проспекта на том числе. С по основанию, но тут есть специальная терминология, слово радикал. Радикал – это произведение простых числе. Радикал – это когда вы берете любое число, раскладываете его по основной теремиоритметике, и все степени, как корово языком, остаются просто произведение простых чисел. Вот это произведение простых чисел, оно называется радикалом. Например, там, радикал, скажем, радикал 120, это что у нас? Это 13. А радикал 72 это и подавно 6. 72 – это 6. А, ну, это 3 во что-то на 2 во что-то. Когда 3 во что-то на 2 во что-то, это 6. Радикал любого просмотра, естественно, ему смонут. Радикал вообще числа свободного от квадрата, правильнее ему смону. Но как только появляются квадраты, тут же, соответственно, их надо стереть. Вот, так вот, это вот получается такая у нас гонка вооружений. Кто больше? Кто больше? И вот это очень хорошая тройка. Это тройка с радикалом 3,50… 1,32. Очень неплохая. Это очень неплохой радикал. А чемпион… Это просто случайная тройка, поэтому у нас так вот сошлось. Да. Забавно. Да, да, да. Вот она из кривой биткоина выпала. Про чемпионскую рассказать, да? Да, конечно. Понятно, что из полученных до сих пор тройка АБЦ существует какая-то с максимально возможным этим. Если бы не существовало, то не польза была бы опровергнута. Правда? Да. Тем самым, значит, мы можем задать вопрос, что же у нас самое большое? Оказывается, что самая большая тройка имеет радикал 62,99. 1,62,99. То есть, в частности, ни одной тройки, при которой А плюс Б равно С, и С больше квадрата произведения простых, ни одной такой тройки на свете пока не найдено. А, то есть... Ну, мы не знаем. А, то есть, она, по сути, о том, что не бывает слишком часто, что С сильно больше, чем... Да, да. Понятно, да? Не бывает слишком часто, чтобы С было больше, чем произведение простых. Хотя, сам по себе, этот факт встречается бесконечное количество. Раз, и есть целая серия бесконечных этих самых. Но вот как только в бесконечных стилях все это, весь этот вот логарифм всегда к одиническому порядку. А равенство бывает? Равенство бывает? Ну, равенство означало бы, видимо, не взаимную простоту. А, ну да, это правда, ладно. Вот, но вот бывают там, бывают, видишь, совершенно сумасшедшие размеры тройки там с радикалом 1.01, и это всегда ура-ура, все пляшут там. Вот, то есть, на самом деле, примерно 200-300 тысяч человек на свете занимаются тем, что ищут какие-то новые семейства процентов троих, которые, значит, по-другому выглядят, чем раньше. Семейство, значит, бесконечное семейство, такие, что С больше вот этого произведения. Но вот этот фактор, он как бы уходит туда. вот фактор называется, фактор, это логарифт. Но фактор или качество в разных статьях. Вот это пока чемпион мира. Ну, наверное, вы хотите спросить, что это за чемпион, да? Да, конечно. Ну, наверное, интересно. Давайте, сколько знаков в этот раз? Сейчас будет, да. Значит, давайте тогда задачи моего папу мы оставим ее, бог с ней. А вот я расскажу вам, какая тройка чемпионов? ЖА. Четыре голоса. Да ладно, тогда не отвечай. Так, хорошо. Идем. Итак, я вам не только расскажу, какая тройка чемпионов, но и как эту жемчужину нашел актер. Значит, идея гениальная, на самом деле, просто. Ну, она простая и гениальная, одновременно. Значит, автор Рейсад, французский математик. Это какой-то 2000, что ли? Я не помню. Ну, в общем, это уже нашли. Это как бы совсем. Значит, идея. Рассмотрим корень каты из P в L, ну, например, где P простое. В принципе, можно они не только простые перебирать. Давайте возьмем просто вот, ну, то есть, фу, что я говорю, значит, зачем мне это? Нафиг вообще. Просто корень каты из P. Все. Просто перебираем простые числа и извлекаем из них корни разной степени. Ну, натурально. Да, и больше двух по причине, сейчас поймете, почему там есть такая теремия новограда про цепные дроби. Ну, в общем, короче говоря, раскладываем это в цепную дробь. Знаете, что такое цепная дробь? Да, конечно. Как раз в предыдущей лекции я объяснял молодежи, что это с нами. Но до этого мы не дошли. Мы в другую сторону отправились. Итак, что он делает? Знаете, что он делает? Да, квадратично неинтересно, они раскладываются периодически. Да. Рейсат стал искать, ну, компе просто взял и там запустил поиск от P равного 2 до какого-нибудь, не знаю, простого, вроде 1000, от K равного там 3 до 10 или 15, не знаю. Ну, в общем, запустил на компьютере поиск. В каждом случае он получал на компе разложение и искал вот эти числа больше 1000. А почему? Хороший вопрос. А думайте. Допустим, вот это больше 1000. Что это означает? Ну, думайте. Кто первый? Огромная точность у вот этого приближения. Понятно, да? Я стираю вот эту хрень, да? Вы знаете, вот это, вы знаете, что такое P? P это 3 плюс 1 делить на 7 плюс 1 делить на 16 плюс 1 делить на что? Кто знает? На что-то очень большое, видимо. 2122. И дальше еще, естественно, поехал, пошел. Так вот, из-за этого 2122 возникает невероятно точное приближение числа P, которое вы, наверное, знаете все. А кто не знает, сейчас, может, у меня быстро вычислить. Вот такое. Это невероятно точное 1 миллионное точность приближения числа P меньше 1 миллиона. То, что я записал здесь, меньше 1 миллиона отличается от P. Более-менее при любых задачах посадки корабля на Марс этого вообще вполне достаточно. На Марс нужно большая точность. Ну? Ну ладно. Время мало. 355,113. И это замечательное приближение, очень легко запомнить, если написать 1,1,3,3,5,5, разделить на 2, сунуть в левую часть воздоленателя и в верхнюю число правую. Это невероятное приближение числа P. Так вот. Так тормально. А? Так ведь и непонятно, как у тебя пересцент в цепной дроби у P появляются, да? У P совершенно непонятно. Про цепные дроби известно только одно, что у квадратичных рациональностей, у квадратичных мер рациональностей они периодично начинают с некого... Ну и Е, кажется, рассказать нам надо. Да, и Е умеют. Еще пару человек умеют. Это все, что мы умеем. Земля вся не знает ничего про цепные дроби. Прекрасно. Ни про что, кроме квадратичных рациональностей, нет никакой общей теории. Это полная катастрофа. Хинчин об этом раздолбал всю свою голову. Он написал там кучу работ, замечательный, известный, советский ученый на весь мир, который занимался цепными дробями. Но ничего, он продвинуться далеко никуда не смог. Он открыл несколько замечательных, красивых, частных результатов. Например? Ну, типа там, что какие-нибудь конкретные числа он разложил, а еще, что в среднем там, в среднем там частота появления двоек там равна чему-то по всем числам вообще. Ну, в общем, короче, там, да, ну, а никакие не было. И число Пима тоже мы ничего про него не знаем, но возвращаемся сюда. Итак, он поэрон искал, и что, знаете, что он обнаружил? Сейчас я вам запишу, что он, только закройте глаза, пожалуйста. Закройте глаза. Значит, сейчас я вам напишу, чему равен корень пятой степени из ста трех, из ста девяти. Корень пятой степени. Да. Это вот, это называется чудеса, которые вот неожиданно вдруг возникают и все. Вот они просто возникают и все. Сейчас я посмотрю и вот так. Так, сейчас только не ошибиться, сейчас так много закрывайте глаза, сейчас я напишу цепную дробь. Сейчас я напишу, и на этом мы завершим, да, сейчас. Нет, ну не на этом, естественно, я из нее выведу то, что надо, да? открывайте глаза. Выглядит забавно. Откуда она взялась? Я не знаю, никто не понимает этого. Значит, корень пятой степени из ста девяти невероятно близок к вот этому рациональному числу. Невероятно просто, то есть, если вы доберете на компьютер, там будет восемь нулей подряд. Когда вот этот дробь, вы разведете пятую степень, да? 23 девятых? Да, совершенно верно. 23 девятых. Забавно. С невероятной степенью точности. А теперь, внимание, если так, то как я получу целочисленное приближенное равенство? Ну, как? Ну, наверное, понятно, да, что делать? Что делать? Кажется, целочисленное хочу. Ну, в пятую степень возвесить. Конечно. 109 равно с огромной точностью 23 в пятый. Еще один бонус, что 9 здесь — это 3 в квадрате. Вообще просто где-то затлеваем все. Это невероятные штуки, что происходит. Соответственно, в целых числах вот это огромнейшее число примерно равно вот этому. И оба нечетные. Какой-то рандом. И они оба нечетные. Очень интересно, непонятно, откуда оно вообще в принципе поедилось. Ну ладно. Почему оно такое? Что оно? Два нечетных числа насколько могут отличаться и самые маленькие? Вот они и отличаются на два. Успех. Я обычно пытаюсь сообразить 3 в пятый в конце что стоит, чтобы понять в какую сторону. Значит, 9, 7, 3. А здесь, по-моему, единичка будет, да? Ну, кстати, 3 на 9, 9, тогда все, тогда 2 плюс 109 на 3 в десятый равно 23 в пятый. Офигенно, что это? Качество 1,62 99. Чемпион мира Сергей АВЦ Троек на сегодня. Кто это такое? Спасибо за внимание. Вы хотели про проблем практически кривой подсказать. Ну, оно сюда, пришло. А ну, просто сюда пришлось со мной, да, само. Так, кто не знает, тот заходит на YouTube канал и смакует привет. 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 Спасибо.